Всем привет! Стремительно надвигается на нас Новый год, а вместе с ним главный кошмар и ужас новогоднего стола – салат Оливье. Я не знаю, в чём он так влюбился, а советскому, а потом российскому гражданину. Могу только сказать, что он довольно сильно отличается от изначального своего варианта, который был создан около ста лет назад. Ну, что выросло? Мы с Айнат решили поделиться некоторым ноу-хау, как сделать его просто, вкусно и, может быть, не совсем обычно. Здесь вот дежурная кучка, из которого это всё делается. Это картошка, огурцы солёные, огурцы свежие, морковка, яйца. Это непременно колбаса, хотя на самом деле это не самый необходимый компонент. Я рекомендую куриную грудку, я рекомендую копчёную теную грудку, я рекомендую язык, который сейчас доваривается в кастрюле, ну и куда же без майонеза. Вот, собственно, такая картина. И Айнат предложил для меня совершенно неожиданную вещь. Не варить овощи, а порезать их своими, что, наверное, удобнее. Мы сейчас попробуем в этом убедиться. И сделать их на пару. Сделаются они быстрее, а порезаны они будут аккуратнее. Вы прекрасно знаете, что от мелкости и аккуратности порезки в оливье зависит от качества. Поехали! Итак, начинаем с картошки, потому что готовиться она будет дольше. Я так понимаю, что порезана будет на мелкие кубики. Ну да, мы её одновременно с морковкой заложим в пароварку. Вот видите, она когда сырая, можно нарезать её прям маленькими аккуратненькими кубиками. И при перемешивании потом не превращать это всё в одно такое меси. Новая технология. Я бы, конечно, тоже занялся чем-нибудь полезным. Но я сегодня оператор. Вот знаете, в доме моей мамы всегда, когда начинали готовить оливье, сразу наливали шампанское. Я не нарезаю, просто рассказываю. По-моему, это был... Зелесок. Это был не просто намёк. Это было прямое указание к действию. Давай тебе указание. Никогда в жизни ещё не открывал шампанское одной рукой. При том, чтобы камеру держал второй. Для этого мне нужно подальше. Это я тебя, только откроешь мне его в глаз. Да, лучше заляк. А ещё хуже в нос. Проходить звонят. Нет, ничего не уйдет. Знаешь, что получится? На-ка, брось свой нож. Брось нож. Брось нож. Так, перехвати камеру. Успокойтесь и положите нож. Ну, чё ещё? Рекламная пауза. С наступающим. Ну, два бокала, да? Даже не заставишь меня пить одну. Как минимум. Заставлять-то вас особенно не надо. Потом будешь страдать и жаловаться. Точно. Сам успех этого оливье. Здесь у нас уже... Почти сварился язык. Я позволил себе вместе с ним сварить куриную грудку. Положил её просто чуть позже. Сейчас мы его лишим шкурки. И тоже бешено изрубим. Отлично. Давайте посмотрим на преимущество приготовления овощей на пару. Это, конечно, не та докторская колбаса, Которая мечтается вам. Интересно, почему? Не могу объяснить. Наверное, Наверное, Это дань богатой советской жизни, Когда докторская колбаса была пределом всего. Если она ставит докторская колбаса, Значит, Обеспеченный советский человек. А что же в ней не то сегодня? Сегодня жить стало лучше, Жить стало веселее, Как ведь Владимир Владимирович. Поэтому... И колбаса стала, небось, получше. Колбасы стало Больше вариантов, скажем так. Вот моя драгоценная жена, Иннат, Будет снимать сейчас шкурус, Даже не с половиной, А с кончика языка. Потому что основной язык Пойдет на основной релье, На сам Новый год. А у нас сегодня репетиция Нового года. Поэтому мы берем кончик языка Под ледяной водой И надо будет стирать шкурку. Ну, посмотрим, как она сдерется, на самом деле. Ну, вообще, конечно, Чем больше и дольше ты его держишь в холодной воде, Тем лучше он чистится. Это правда. Просто мы так жрать хотим, что... Ели бы все по раздельности. Сейчас. В общем, зрелище это не для слабонервных, И мы вернемся к столу. Итак, вот это язык и куриная грудка. И это буду резать я. Хорошо бы. А вот это яйцо, самое нежное, Это будет резать Иннат. Вперед. Есть. Ну, а что резать? Вот смотри, ты огурцы свежие порезал, Но не снял. Так. А мы в оливье кладем еще свежие огурцы, Не только соленые. А мы еще соленые не резали, кстати. Мы еще соленые не резали, А свежие уже порезали. Да. Спешу напомнить нашим зрителям, Что мы кладем равное количество соленых и свежих огурцов. Яйцо, в принципе, можно резать хаотично. Конечно, у продвинутых людей, На продвинутых кухнях, И специальные комбайны, Или машинки, Которые умеют все это резать органично, Красивыми кубиками. Но мы любим ручную работу, Поэтому рубим это все руками. Ручную грудку мы возьмем в небольшом количестве, Для пикантности. Так всегда. Сложно сказать, не попробовав. Да, я уж дождусь конечного результата. Да. Что, не дождусь? Неа. Может быть, не надо ее вливье? Давай ее просто так съедим. А там еще две есть. Вот давай их и съедим. Я вот, конечно, напомню, Что в Киеве делали салат с колбасой в оливье. Конечно. Потом в Израиле долго, ну, годы. Я, в принципе, не ела ни оливье, ничего ему подобного. Потом на каком-то этапе сделала салат. Как-то начали мы с несколькими подругами отмечать Новый год. Довольно странном, усеченном формате. И резали туда курицу и язык. И мне казалось, что так очень мало людей делают. А когда мы познакомились, и ты мне рассказал, что ты тоже кладешь оливье в язык, это было для меня просто каким-то большим откровением. Сразу поняла, с кем тебе следует связать. Да. Именно так. Все началось с оливье. Вот у меня и над к вам вопрос. Вот как в Киеве. Неужели делали оливье без сала? Представляете, оно даже не было в шоколаде. Зелень оливье, в общем, имеет декоративное значение. Вот я сейчас режу и понимаю, что многовато ее будет. А с другой стороны зеленью, а уж особенно в зимнее время, блюдо не испормишь. Здесь у меня лук и немножко укропа. Я думаю, что... Слушай, а мы лук не порезали еще, ты знаешь? Да, не порезали. Я оставила тебе самое неприятное. Спасибо. Достань-ка мне лук красненькую салатинку. Думаете, я стал лук резать? Как же? Разбежались и подпрыгнули. Ну, уже за свою жизнь лук-то нарезались. Да, пускай женщины плачут, верно? Не мужское это дело. Что-то мне подсказывает, что и картошка, и морковка пропарились. Знаете, какая красотища? Тут надо осторожно не обжечься в крышку. Все это можно сейчас вынимать, это быстро остынет. И положи салатинку. Вот смотрите, такая картошка никогда не получится, если резать ее уже вареной. Только когда сырой. Морковка тоже. Абсолютно правильные, красивые, кубики, не превратившиеся в пюре. Ну, теперь, господа, заключительный и важнейший штрих. Заправка. Если вы просто возьмете майонез, даже хороший, и наляпаете его туда в салат, вы будете лох. В классическом оливье дореволюционном в майонез добавлялась соя кабуль. Я долго и безуспешно пытался выяснить, что это был за соус. Выяснил только то, что это был острый соус. На основе своего соуса. Поэтому я включил свое воображение. Я взял свой соус. Не переборщите с ним, потому что он очень сильный. Острых соусов у нас много. Но ни аджика, ни качок. Я беру соус кимчи. И тоже добавлю его сюда. Вот так, для розоватости. Жена рекомендует положить немножко горчицы. Немножко для аромата. Положу. Вот представь, что сейчас ты кладешь в заправку для оливье примерно 99% вещей, которые 99% людей в него никогда не клали. Я думаю, что вы это оцените. И еще один вопрос, который я предвижу. А как вы пропорции? А соотношение мяса, языка, огурца, картошки, горошка, лука? Господа, пропорции этого ваших дел. Пускай у каждого получите свой оливье. И каждый будет по своим прекрасен. А утром будете ходить на дедат. На дедат. На дедат. Немножко. Шампанское. На. Доедалки. Хвастаться друг перед другом на вашем оливье. И все будете счастливы. Подожди, давай еще раз что-то туда положил. Потому что мне кажется, что мы нарезали в одиночестве половину ингредиентов без эфира. Итак, приготовлены на пару картошка и морковка, красный крымский лук, свежие огурцы и соленые огурцы, немного зелени, крутые яйца, вареная куриная грудка, копченая утиная грудка, вареная колбаса, говяжий язык, каперсы, которые мы сейчас всыпем для остроты. И соус, который вы только что видели. Собственно, все. Достаточно. Прекрасный авторский вариант. Все, приятного аппетита, господа, и с наступающим.